Далее в программе указывая путь. Оторвитесь от того, чем вы заняты, и начните вспоминать Божьи благословения, произошедшие в вашей жизни. Вспомните, как Бог защищал вас и как Он присматривал за вами. Вспоминайте, как Он действовал в вашей жизни в прошлом, ведь сегодня тот же самый Бог желает благословить и ободрить вас, чтобы действовать через вас снова. Смотрите далее. В конце второй и в начале третьей главы мы буквально видим, как апостол Павел у нас на глазах делает резкий поворот и меняет направление своей мысли. Это даже можно назвать разворотом по сравнению с тем, что он говорил Тимофею в первых двух главах этого послания. Вначале он обращается к будущим лидерам Церкви Иисуса Христа и Тимофею, который был пастором в Церкви в Ефесе. Он говорит им о том, что происходило в тот момент времени, но затем делает резкий поворот и произносит «но» в последние дни. И здесь уже он говорит пророческое слово о событиях этих самых дней и также дает нам пророческие инструкции. В Писании под последними днями понимается любое время от первого пришествия Христа до его второго пришествия. Но, учитывая уже прошедшие две тысячи лет, мы определенно ближе ко второму пришествию, чем когда-либо раньше. Характеристики, которые он описывает с первого по девятый стих третьей главы второго послания Тимофею, без сомнений, уже присутствовали в первом веке еще во времена апостола Павла, хотя с некоторыми отличиями. Мы видим эти страшные дни, как эти ужасные характеристики все больше и больше разрастаются, возникая уже практически ежедневно. На самом деле, лучшее описание и понимание этого можно услышать от Иисуса в 24 главе Евангелия от Матфея. Конечно, всегда были землетрясения, всегда были войны и разные природные катастрофы, но Господь Иисус Христос объяснил нам, что в последние дни все это станет происходить гораздо чаще. И Иисус сравнил это с женщиной при родах. Чем ближе появление ребенка, тем более частыми и сильными становятся родовые схватки. Это слова Иисуса, и, соответственно, рождение ребенка означает его второе пришествие. И сегодня мы с вами видим, как зло глубоко укоренилось и перешло в наступление не только в Америке, но и по всему миру. Сегодня мы видим, что зло, как никогда раньше, широко принимается и прославляется. Такого раньше никогда не было. Это уже не просто какая-то кучка бунтарей. Мы видим, как весь мир находится в смятении. Иисус сказал, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Но при этом Он не сказал, что Его народу не будет угрожать духовная опасность и даже урон. Наоборот, Он отметил, «Берегитесь лже-пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть — волки хищные». Мой друг из Австралии говорил, «Да, волки приходят в овечьей шкуре, но в последнее время они стали приходить вообще без одежды». И в первом стихе третьей главы апостол Павел, как я уже говорил, делает резкий поворот, обращая наше внимание к будущему. Он указывает на смену направлениям от текущей ситуации к грядущему к концу времен. Павел говорит, «Знай же, то есть пойми это, или не удивляйся этому, или это точно произойдет». Другими словами, пусть это не разобьет твое сердце, когда ты это увидишь. Эти слова здесь имеют глубокое значение. Он говорит, «Как будто о ком-то, окруженном дикими чудовищами или бушующими волнами». Он описывает жестокую ситуацию, которую мы с вами сегодня и наблюдаем, ситуацию, с которой очень трудно справиться. А вот почему в самом начале я хочу сказать вам, неважно, насколько сложные и трудные времена могут наступить, и насколько огромен вызов перед нами, потому что Бог был, Бог есть, и Бог всегда будет восседать на Своем троне. Бог сражался, сражается и всегда будет сражаться за Свой народ. Он всегда готов дать нам победу посреди любых трудностей. Сейчас не время падать духом и говорить, «О, все стало слишком сложно». Мне надо следить, что я говорю. Сейчас не время для этого. Сейчас настало время для Церкви Иисуса Христа подняться и стать армией живого Бога. Со 2 по 9 стих Павел дает нам набросок, портрет людей, которые причинят нам беспокойство. И не только нам, но и вообще всем верующим. Они доставят неприятности верующим. Я сведу их трем группам, чтобы помочь вашему пониманию. Во-первых, он говорит о людях и их нравственном состоянии. Во-вторых, он обращает внимание на их религиозное рвение. О, да, они очень даже религиозны. И в-третьих, он открывает их воинствующий фанатизм. В трех коротких стихах апостол Павел показывает нам 19 характеристик. 19 описаний о злых поступках людей, которые причинят нам боль и разобьют наши сердца. Первые и последние из них являются своего рода фундаментом и олицетворением того, что скрывается внутри этих 19 особенностей. Первое. Любовь к себе станет настолько заметна, она будет настолько вызывающе очевидна, что про любовь к Богу они даже и не будут вспоминать. Вызывающим. Очевидно. Так что, на самом деле, и это очень интересно, 4 из 19 их характерных черт связаны как раз-таки со словом «любовь». Но только эта любовь искаженная. За последние несколько лет я слышал больше разговоров о любви, чем за всю мою жизнь вместе взятую. И практически всегда речь идет о любви в неверном направлении. Это всегда эгоистичное, потакающее слабостям, извращенная любовь. Эгоизм, любовь к деньгам и потворство к слабостям. Но посмотрим следующие 15 особенностей, которые присущи нашему сегодняшнему обществу. Разрыв взаимоотношений между людьми. Поймите меня правильно. Те, кто так сильно любят себя, становятся гордыми, высокомерными и грубыми. Пять из этих черт стали неотъемлемой частью семейной жизни неверующих людей. Непослушание детей вместо уважения своих родителей, как Библия учит этому. И здесь я хотел бы обратиться к молодежи. Ваши родители несовершенны. Ваши родители, так же, как и я, они не всегда правы. Но они ваши лидеры от Бога. Вы не обязаны во всем соглашаться с ними. Вы не должны принимать все их решения. И вам не нужно анализировать их. Так же вам не обязательно пытаться спорить с каждым их словом. Но Бог сказал, «Заметься, это не я сказал, а Бог сказал это. Послушайтесь своих родителей, потому что это правильно». А вот что Он сказал, и на этом можно поставить точку. Он не сказал, «Они всегда правы». «О, нет, нет, нет. Но если вы слушаетесь, то вы всегда правы. Только если вы не в ситуации, когда ужасные, извращенные родители заставляют своих детей делать неправильные вещи и грешить. В таком случае скажите, «Я должен сначала слушаться Бога». Бог сказал, «Почитай отца и мать сейчас, чтобы тебе не пожалеть в будущем». Не только непослушание будет преобладать к концу времен, но также и неблагодарность. Да, именно она, неблагодарность. О, Боже мой, они будут лишены чувства признательности. Это важнейшее качество, которое вы можете развить в себе. Благодарность и признательность своим родителям. Будьте благодарны за то, что родители делают для вас и дают вам. И не принимайте это как должное. Павел говорит, «Есть то, что может указать нам, что мы живем в последнее время. Это дети, лишенные нравственности». Я знаю, что в христианских семьях это не так. Любовь, внимание, благодарность, уважение. Это то, что описывает хорошие Божьи семьи, наполняющие эту церковь. Но есть то, что вы должны знать и напоминать своим детям. Не везде все так, как дома. Они будут сталкиваться в школе, в спорте, с разными ситуациями, к которым они не привыкли. Но они должны быть готовы к тому, чтобы помочь и поделиться светом Христа с другими. Оставшиеся слова из этого перечня выходят за рамки семьи и охватывают культуру целиком. Это уже не только о детях и о родителях. Речь идет о всем обществе, о злоречии, скандализме и отсутствии самообладания. Эти слова очень показательны, потому что отсутствие сдержанности приводит к нарастанию злоречия и скандализма. К этому приводит отсутствие нравственной порядочности и недостаток истины. Мои драгоценные друзья, я знаю, что вы согласитесь со мной, что никакие законы, никакие знания, никакое образование, никакое возмущение не способны излечить это. Только Евангелие Господа Иисуса Христа, только оно может изменить нашу культуру радикально. Это было об их нравственном поведении. Ну а далее в пятом стихе он говорит об их погоне за безнравственностью с религиозным рвением. Может, кого-то из вас это шокирует, что, по мнению Павла, у этих людей есть религиозное рвение. Но на самом деле через весь Ветхий Завет видно, как пророки осуждали ложную религиозность, лишенную морали, и они побеждали. Амос, живший на севере Израиля, и пророк Исаия с юга Иудея говорили о том же во времена правления Ереваама II. Религиозная активность была на подъеме. Но в то же самое время это был полный крах морали. В книге Амоса 2 главе 8 стихе нам говорится, что аморальность вторглась в еврейскую религию. Пророк Исаия оплакивал такое же состояние Иудеи. Он рассказал нам, что чувствует Бог в отношении этой пустой религии. И вот что он говорит, это слова Господа. «И когда вы простираете руки вашим, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моление о вашем, я не слышу». Возлюбленные — это эгоизм, это религия и себя любие. Это поклонение творению и поклонение безнравственности. Это потакание своим слабостям. «В последние дни, как Слово Божие говорит, будет выделяться внешняя набожность, при этом не имеющая никакой силы внутри. Они будут ходить в церковь, исполнять всю литургию, бросать пару баксов в корзину. Но у них не будет никакой силы. Это будет просто показуха. Только форма без содержания. Представление, не отражающее реальности. Религия. Религия без моральных принципов. Это просто способ произвести впечатление. Поэтому, возлюбленные, послушайте меня, пожалуйста, очень внимательно. Настоящая вера имеет и форму, и содержание. Духовное поклонение и богоугодную жизнь. Настоящая вера и говорит, и делает. Настоящая вера помогает страдающим грешникам получить прощение, исцеляние, освобождение и надежду на будущее. Религия без нравственности. Это мертвая религия. Религиозное рвение без креста. Это бестолковое рвение, ну, мягко говоря. Это приводит нас далее к третьему пункту воинствующий фанатизм, который мы, к слову сказать, наблюдаем и сейчас. Эти безбожные эгоисты не просто исповедуют религию на очень поверхностном внешнем уровне, но они хотят затолкать такого рода аморальность в глотки всем остальным. Послушайте, они на задании. Они хотят, чтобы церкви подчинились их воинствующему фанатизму. Они враги библейской морали и набрасываются на любого, кто не согласен с ними. Такая вот толерантность, если вы заметили. Да. Они обвиняют придерживающихся библейской морали в отсутствии любви. Они строят коварные замыслы, как захватить и заставить замолчать верящих Библии христиан. Кажется, что Павел писал о сегодняшнем дне, и шестой стих говорит, что они обольщают женщин, но я рискну сказать, что и мужчин тоже. Они презирают материнство, принижают благочестивых женщин, манипулируют прошлым вместо того, чтобы исцелиться от него. Они рисуют мрачную картину, что все люди злы. Они манипулируют эмоциями и доминируют над умами, запугивая ничего не подозревающих людей. Но истина в том, мои дорогие друзья, что они просто хотят уничтожить библейское христианство. И в некоторых вещах они, к сожалению, преуспели сегодня. Павел говорит, что эти люди слабы характером и введены в заблуждение. Сами посмотрите на 8 стих. Эти продавцы обмана. Они похожи на Иоанне и Иоанне. Надеюсь, вы помните, кто это такие? Это два чародея, служивших фараону. Когда Моисей совершил чудо и посох превратился в змею, то они с помощью своей магии сымитировали подобное чудо. Их имена не были упомянуты в книге Исход, но они были записаны в еврейской литературе и других записях. И вот о чем здесь говорит Павел. Лжеучителя, противящиеся истине, в церквях, подобно этим египетским чародеям, которые используют своего рода магию. И Моисей учил закону, а Павел проповедовал Евангелие. И оба они проповедовали Божью истину поколением своего времени. Таким образом, те, кто отрицают непогрешимость Слова Божьего в Ветхом и Новом Заветах, проповедуют не что иное, как магия. Но вот что я хочу еще сказать вам, дорогие мои друзья, я говорю вам, как ваш брат во Христе, не дайте этим религиозным торговцам запугать себя. Даже если некоторые слабые люди и увлеклись ими, даже если их ложь становится модной, и даже если их антибиблейское учение принимается обществом мы с вами, мы лично, и на нас лежит эта ответственность, должны стоять твердо и никогда, никогда, ни за что не сдаваться, никогда, не сдавайтесь и никогда не отказывайтесь от библейской истины. Слава Богу, у меня есть хорошие новости для каждого из нас. Возможно, вам сложно это слышать, но еще сложнее было это подготовить. Скажите на это, пожалуйста, аминь. Хорошие новости стоят в 9 стихе. Слава Богу за Евангелие. Слава Богу, что Иисус это наша хорошая новость. Итак, хорошие новости. Но они не много успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми. Случилось, я хочу, чтобы мы сказали это вместе, они не много успеют. Скажите, немного. Помните, Иисус говорил о том, что мир это поле, в котором он сеет семя, которое есть Евангелие. Помните про пшеницом? Но он также сказал, что когда мы сеем семена Евангелия, тогда сатана идет сразу вслед за нами и сеет свои сорняки там же. А он делает это прямо, посреди многих церквей, не скрываясь. Дорогие, он приходит со своими сорняками и сеет их, и мы видим это. Павел говорит всем нам, кто наблюдает все это сегодня, пусть это не пугает вас, и не позволяйте этому заразить вас, не дайте этим сорнякам заглушить вашу пшеницу, не плывите по течению, стойте твердо и держитесь храбро за истину, несмотря на надвигающуюся волну, запущенную нашей культурой. Но почему же он говорит это, да потому что очень скоро мы с вами будем вознесены с Иисусом. Уже очень скоро мы услышим возглас Архангела, очень скоро прозвучит звук трубы, совсем скоро мы увидим праведного судью, сидящего на судейском месте. Еще немного, и он придет, и мы увидим его в его славе. Уже очень скоро мы будем царствовать и править вместе с ним. Очень скоро он придет, чтобы забрать домой всех, кто верен ему, и он отрет всякую их слезу. Очень скоро мы будем вместе с ним навсегда, навеки вечные, навеки, и так можно до бесконечности продолжать. Аминь, друзья, навеки. Вопрос, будете ли вы там? Вопрос, девчонки, пожалуйста,